Просто это такая вкуснятина, друзья! Посмотрите, какая красота получается! Этот рецепт мне показал один норвег. Берите на заметку, друзья! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Доброе утро! Готовьте вкусняшки, наливайте чаёк, кофеёк. И погнали работать! Я тоже сделаю себе кофеёк. Сейчас хочу на завтрак приготовить тосты с такими драниками. Я натру морковку, картошку, лук. Смешаю это с яйцом, заправлю соль, перец. И примяв это всё к кусочку тоста, буду обжаривать. Получится просто обалденно! Так что первым делом кофеёк и погнали работать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, приступим! Вы там писали, типа, о боже, у него 5 дней подряд овсянка. У меня 7 дней подряд овсянка, друзья. И её едят каждый день. Каждый день. Меняется только вариант приготовления яиц. Их два вида. Либо там скрэмбл, омлет, пашот, жареные, отварные и так далее. И меняется фасоль. Либо жареные крокеты, хэшбрауны. Тоже меняется. Бекон с сосисками тоже постоянно, каждый день. Французские багеты каждый день, каждое утро. И ещё меняется, например, что-то дополнительное. Это могут быть круассаны, слойки, панкейки, тосты, горячие бутерброды, блинчики, кексы, всё что угодно. Вот это тоже меняется. А овсянка каждый день. Для данного рецепта нам понадобится небольшая морковка, две средние картошки, такие. И одна луковица, тоже небольшая. Так, это всё дело мы натираем на тёрку. Ну, берём мисочку и натираем на тёрку. Тут как бы в этом сложного ничего нет. Можно в целом делать на ваш вкус с добавлением, там, например, цукини. Можете не добавлять морковку. Супер! Так, теперь нам надо это всё заправить. Добавляем сюда соль, перец, два яйца. И это всё дело вот так вот хорошенько перемешиваем. Ничего отжимать не надо здесь. Получится очень вкусно. Всё, берём тостовый хлеб или обычный нарезаем и идём жарить. Так, берём сковородку, наливаем сюда масло. Берём тостовый хлеб. Сложного в этом нет ничего. Смотрите, масло разогрелось. И вот так вот намазываем, накладывая на тост, приминая всё. Вот так. И выкладываем. Начинкой вниз. Блин, уже пахнет просто безумно. Жареная картошечка, лучок и морковка. Это просто шикарно. Всё. Жарим, пока не подрумянится. Переворачиваем, подрумяниваем обратную сторону хлебушкой. Можно пробовать. О, вот оно. Вот оно. Смотрите. Вот такая красота должна получиться. Всё. Подрумяниваю с обратной стороны и снимаю. Всё. Уже постепенно начинаю выдавать. Приходят люди. Начинают завтракать. Так что дожариваю и всё выдаю. А вам покажу. Затем, что получилось. И как его ещё можно улучшить. Ну что, друзья. Давайте попробуем. Смотрите, какая красота. Тут подрумянилось. Тут подрумянилось. Ммм. Прелесть. Друзья, это безумно вкусно. Очень необычно. Но. Его можно ещё улучшить. Перед тем, как его перевернуть, вы можете поднять, засыпать сыра на сковородку и перевернуть вот этой стороной. И тогда ещё снизу у вас будет сырная корочка. Это просто безумно. Берите на заметку, друзья. Так, сегодня на обед я буду готовить гуляш-суп. Для него мне понадобится приготовить в первую очередь гуляш с говядиной. То есть нарезаем говядину, обжариваем её с луком, добавляем туда потом томатный соус, либо томатную пасту, немножко водички. И это всё тушим до готовности. Почти до готовности. Затем покажу, что будем дальше делать, чтобы получился вкусный, нажористый гуляш-суп. Плюс ко всему сегодня будет треска по-норвежски и обжаренная свинина с горохом и кускусный гарнир. Будет очень вкусно, просто и быстро. Давайте всё подготавливать. Закинул говядину уже обжариваться. Подготовлю пока остальные ингредиенты. Сейчас лучка подкину. Суп очень, получается, нажористый, очень вкусный. Готовится всё в одной сковородке. Точнее, в кастрюльке. Так, лук вот так вот разрезаем. Жопки нам не нужны. Пополам, пополам, напополам. И вот так вот крупненько достаточно нарезаем. И закидываем обжариваться вместе с говядиной. Говядину я напомню, что затем добавлю томатную... Думаю, добавлю томатный соус. Даже скорее не соус, а перебитые томаты пилати. Соль, перец. И посмотрим по объёму. Может быть, чуть-чуть добавлю ещё воды. Чеснок. Шикардос. Шикардос. Всё, подготавливаю. Остальные ингредиенты мне надо почистить. Морковку. Картошка уже почищена. Есть. Её я тоже подготовлю. Нарезаю такими крупными треугольниками. Так вот вдоль. Ещё раз вдоль. И каждый кусочек вот так вот есть. Вот таким образом, достаточно крупно. И так же само надо подготовить картошку. По сути, как суп жаркое будет. Три крупные штуки. То есть, картошку тоже достаточно крупно. Ещё одну картошку добавлю. Этого будет в самый раз. Так, четыре картошки. Одна небольшая морковка. И одна луковица. Всё, сейчас говядина протушится. И будем добавлять уже оставшиеся ингредиенты. Так, смотрите. Протушилось где-то минут 30. Добавил туда ещё тимьянчик. Такая вот красота. Теперь сюда морковку. Кортофан есть. Так, вот такая красота получается. Это всё дело мы сейчас перемешиваем. Посмотрите. Просто супер. И заливаем водой. Пусть оно варится. Всё, осталось дождаться, чтобы оно закипело. И варим до готовности картофель. Затем буду заправлять соль, перец. Попробуем. И можно будет выдавать. В принципе, не сложно, но очень вкусно. Теперь приступаем к приготовлению рыбы и свинины. Будем подготавливать сейчас свинину. Нарезать её на кубики. Сейчас её подмариную. У меня свиная шея. Промываем её. И начинаем её нарезать. Я буду нарезать на такие небольшие кубики. Это свиная шея. Всё лишнее и некрасивое мы убираем. Сухожилия, плёнки. Жирок я убирать не буду. Я его оставлю. А всё некрасивое и невкусное нам не надо. Может, она где-то плохо зачищена. Ещё что-то. Где-то что-то пропустили. Какой-то кусочек сухожилия остался. Мы его убираем. Что там происходит? Воду отключили. Капец. Экран начал петь. Песни. Так. Ну, такие небольшие кубики. Средние, скажем. Нарезаем. Супер. Теперь. Сюда. Орегано. Есть. Соевый соус. И, конечно же, чёрный перец. Супер. Перемешиваем. Пусть часика пол-то стоит. Кусочки небольшие. А затем уже будем это всё дело обжаривать. Смечком. Потом, когда оно всё подрумянится, добавлю замороженные горохи. И на гарнир, напомню, будет вкус-кус. Что же там с треской по-норвежски? Это прикольный рецепт. Тоже готовится достаточно просто, но интересно. То есть, мы будем обжаривать лук с лук, нарезанным картофелем. Сливочное масло. Смечаем лук оливковым. И, когда картошечка подрумянится, мы сверху будем укладывать филе трески под соль. Это всё делаем, подверчим. И зальём воды, чтобы она покрывала картошку. И будем отваривать, так скажем, душить до готовности картофеля. Под крышкой на маленьком лагне. Получается нежная рыбка с картошечкой. Картошечка с порочкой румяной. Главное её обжарить, чтобы она была почти-почти готова. И примерно на 10-20 минут мы будем её уже проваривать. Чтобы она сильно долго не варилась. Чтобы треска там вообще не кашу не превратилась. Всё, оставляем. Я сейчас перейду пока в приготовление десерта. Сделаю кексы. Деталь на рецепт кексов есть у меня на канале. Ссылка будет здесь. Скорее всего, здесь. Так что от этого переходите, смотрите. Я пока погнал всё подготавливать. Супчик уже начинает кипеть. Так что ставим аномальный, аномальный огонь. И пусть себе бурлит по-демному. Всё, можно приступать к приготовлению свинины. Сейчас почищу от неё лучок. Обжариваю лук, а затем закидываю свинину. И обжариваю уже до готовности. После чего закину замороженный грот. Всё, отлично. Масло закончилось. Обжариваю лук. Затем высыпаю свининку. Пока это всё жарится, я пока подготовлю всё на рыбку. Понадобится ещё одна луковица. И нарезать картофан. Всё, пусть жарится. Не забываем помешивать. Чтобы равномерно всё обжаривалось со всех сторон. Так, луковица нарезаем небольшими кубиками. Друзья, я вас стараюсь радовать интересными рецептами. Интересным контентом. Так что вы меня тоже поддержите. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видосом. И обязательно подпишитесь. Также буду благодарен, если поделитесь этим роликом со своими друзьями, либо семьёй. Лук есть. Теперь картошка. Нам понадобится шесть штук. Так, семь. Их нарезаем не сильно крупно. Примерно вот так. Чтобы она долго не готовилась. Потому что нарежете крупно, будет долго обжариваться, долго отвариваться. И с трески просто получится каша. Нам этого не надо. Этот рецепт мне показал один норвег. Как он дома готовит треску. Как жена его, точнее, дома готовит треску. То есть, они это обжаривают. Обязательно должно присутствовать сливочное масло. Затем заливают водой, выкладывают треску подсоленную. И это всё тушат до готовности картофеля. Но очень важно его хорошенько перед этим обжарить. Вот и всё. Приступаем к приготовлению. Суп можно уже заправить. Он уже почти готов. Поэтому подсаливаю его. Я его потом ещё попробую. И добавлю чеснок. Я надеюсь, уже все знают, как я его готовлю. Напишите в комментариях. А я его готовлю. Домец. Приятного аппетита. Я его заболится. Домец. Так, берём сливочное масло, оливковое масло. Обычно они жарят только на сливочном, но я хочу добавить ещё оливкового. Обязательно смотрите, чтобы масло не сгорело, поэтому на высокой температуре не жарьте. Лучок подрумянится, можно закидывать картошку. Пока попробую супчик. Друзья, очень насыщенный, очень вкусный. Ещё подсолю. Всё, просто бомба. Разворачиваемся. Посмотрите, какая красота получается. Картошечку надо проверить. Всё, супер, всё готово, снимаю. Шик и блеск. Всё, лучок уже начинает золотиться. Добавляю сюда картофан. И обжариваю на среднем огне, на средней температуре. Это важно, чтобы оно не сгорело всё. Всё. Теперь ждём, пока это всё обжарится, подрумянится. Картошка будет почти готова. Затем можно будет всё заправить, подсолить, добавить рыбку, залить водичкой и доводить до вкуса. Смотрите, уже хорошенько подрумянилась картошечка. Мы подсаливаем это всё дело. Соль, перец. Добавляем сюда чесночок. Немного. Немножко мускатного ореха. Прям крапалечку вообще. Щепоточку. Теперь берём филе трески. Сейчас мы это всё дело перемешиваем. Вот. Разровняли. Выкладываем сверху филе. Обязательно оно должно быть зачищено и без костей. Так вот порциона нарезанная. Сверху плотненько вот так вот выкладываем. Супер. Вот так вот это выглядит. Теперь заливаем это всё дело кипятком. Вот так вот аккуратненько. Вот, смотрите, чтобы слегка, слегка полностью покрыла картошку и слегка вот так вот рыбку. Она будет как бы такой на пару. Теперь снимаем на минимальную температуру. Подсаливаем саму рыбку и накрываем крышкой. Буквально, ну, 10 минут потолок. Потому что картошка нарезана как раз мелко. Она уже обжаренная. Она почти готова. Поэтому до готовности картофеля и рыбка должна быть тоже, ну, очевидно, готова. Но рыбке там очень мало времени надо. Поэтому надо вот выбрать такую готовность. Она должна быть картошка почти готова с корочкой, но не вот пережаренная. То есть она не должна быть в кашу. Она должна быть кусочками, но не твёрдая сильно. То есть она должна слегка прокалываться ножом. Ставим, наливаем водичку. Буквально 10 минут. Шикарная рыбка готова. Засыпал горох в свининку. Она сейчас подогреется, ну, разморозится. Можно будет снимать. Рыбка уже готова. Посмотрите на эту красоту. Я её буду подавать сверху, посыпав зеленью. Давайте я сейчас покажу, как это выглядит. Посмотрите. Какая прелесть. Всё готово. Насыщенное, вкусное. Кускус я поставил. Уже запаривается. Также поставил замороженную цветную капусту. То есть замороженную, брокколи замороженную. И достаю кексики. Сейчас вам покажу. Посмотрите, какие кексики. Вкусные. Ах, какао. Обожаю. Нарезаю салатик. Выдаю суп. В принципе, обед готов. Всё. Погибила. Так, смотрите. Рыбку засыпал зеленью. Сейчас её выдаю. Тут тоже всё готово. Супецкий. Посмотрите на этот шик. Вот это, я понимаю, нажористый. Осталось. Выдаю салат ещё и брокколи. И всё. Обед готов. Так что приятно. На аппетитах, друзья. Если вы тоже кушаете. Не забывайте про подписку. И до встречи на ужине. Погодка просто шик. Блеск. Стоим под вышкой. Погода реально шикарная. Солнышко. Светель. Прохладный такой ветерочек. Лёгенький. Красота. Уже почти все поели. Поэтому пора идти замываться. И на перерыв. Так. Мы уже наконец в порт идём. Ну блин. В этом месяце. Хорошая погода. Это что-то с чем-то. Что-то редкое. Что-то за гранью фантастики. Буду надеяться. Что я дотяну до конца контракта. Таблеток хватит. Я всё вывезу. С вашей поддержкой друзья. На ужин. Сегодня будут пельмени. И я хочу сделать курицу в сливочно-грибном соусе. Я обжарю курочку с луком. Добавлю грибочки. У меня свежие грибы уже закончились. Ну уже время контракта как бы без трёх недель окончания. Грубо говоря. У меня остались замороженные грибы. Я их обжарю отдельно. Затем это всё вместе смешаю. И добавлю сливки. Доведу до вкуса. Получится просто бомбически. И пельмешки, которые мы налепили в начале контракта ещё с экипажем. Конечно, в этот раз сделали вообще немного, там на два раза. Но я решил растянуть. На гарнир я дам рис. Потому что макароны как бы не подойдут. Потому что будет тесто пельмени. А рис в самый раз. Под сливочно-грибной соусецкий. Ммм. Шик. Так что ставлю сейчас рис в духовку. Буду его запекать. Для тех, кто не знает. Промываем рис. Заливаем воды туда. Один к одному. У меня рис в басмати. И... Что дальше? Накрываем фольгой. Ставим в духовку. 180 градусов. 20 минут. Затем выключаем. И оставляем в закрытой духовке ещё на 30 минут. Получается шикарный рассыпчатый рис. Так что погнали. Всё подготавливайте. Сейчас забегу на мост. Пришла... Пришёл ответ компании по поводу заявки. на прогрессию. Сейчас надо всё проверить. Так. Будем нарезать курочку. Нарежу небольшими кубиками. Такие небольшие кусочки. Примерно размером, как грибы, которые будут. Ну что. Начинаем обжаривать. Нарезал ещё лук. Ставим. Сковородочки. Так. На одной я обжариваю лук с курицей. Вот на этой. А сюда закину сейчас грибы замороженные. Сейчас у нас всё разогреется. Вот такая вот у меня упаковочка. Микс. Тут вешенки. Шитаки. Белые грибы. И немного добавлю ещё шампиньонов. Шик. Всё. Пусть обжариваются. Размораживаются. Лишняя влага выпаривается. А я пока подготовлю курочку с лучком. Слегка обжарю лучок. Затем закину уже курицу. Затем закину уже курицу. Опля. Смотрите, какая красота. вот такой тресец получается красота курочка обжаривается грибочки обжариваются блин плиту заказали она до сих пор не приехала короче ну вот эта вот конфорка она не рабочая до сих пор так грибочки уже разморозили сейчас вот лишняя влага выпарится и буду это все дело перемешивать как раз к этому моменту уже дойдет курица затем останется только заправить залить сливками соль перец чеснок и просто бомбяу так налил воды на пельмени все грибочки сюда добавляем перемешиваем блин уже запах просто невероятно сюда сольки есть чесночка куда же без чесночка друзья перемешиваем 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 и можно добавлять сливки так сливки у меня 24 процентный можно сказать сметана так все отлично этого вполне достаточно теперь это все дело прогреваем перемешиваем тщательно да слушай тут Виктория прислала вопрос что мы хотим вернуть по списку количество что она списала нам это все хорошо сейчас поднимусь черкани пожалуйста мост принеси и отвечу окей спасибо вопрос с возвратом тех продуктов до сих пор решается представляете то что привезли вместо 10 килограмм 10 ящиков картошки фри картошки по деревенски точнее все заляпал только убрал блин все все разошлось посмотрите на эту красоту просто это такая вкуснятина друзья вы себе представить не можете конечно это было бы еще вкуснее если бы это были бы свежие грибы но как говорится ему шума ему все сейчас вода закипит ставлю пельмешки и буду выдавать ужин запах невероятный вот такая вот красота по сегодня на ужин надо включить подарив суп и можно варить пельмени супер все буду уже все выдавать вам огромное спасибо за просмотр не забывайте покупать мой мерч пишите мне в инстаграм подписывайтесь на канал ставьте лайки и обязательно готовьте со вкусом друзья всем спасибо и до встречи в новом ролике субтитры подогнали Симон пока